В связи с недавно прошедшими событиями в вашей жизни, Отец Владимир, наши братья и сестры во Христе присылают нам огромное количество вопросов. И мы бы хотели сегодня в прямом эфире, если позволите, чтобы вы на эти вопросы ответили. Причина для того, чтобы не было додумок, каких-то ложных мнений, домыслов, услышать информацию, что называется, из первых уст. И я хотел бы напомнить в двух словах, о чем мы сейчас говорим. 14 февраля в Чистополе епархиальным судом было вынесено решение. Я бы сейчас хотел процитировать его. Итак, цитирую. Извергнуть из сана протеерея Владимира Валентиновича Головина. Правящий епископ Пармен в своем указе утвердил данное решение. А теперь я бы хотел процитировать пост диакона Андрея Кураева, который он буквально вот через короткий промежуток времени опубликовал в своем живом журнале. Цитирую. Суд пресвитеров, там по пунктам. Первое. Суд пресвитеров не может лишить сана равного себе, даже по указанию епископа. Он может лишь представить свои выводы епископу. Второе. Все судилище никак не вошло в спор по существу. То есть о сути взглядов и стиле пастырства Головина. Третье. Все обвинения о досаждении начальству. Четвертое. Почему принято необратимое решение о высшей мере, то есть о лишении сана, а не о продолжении запрета. Пятое. Если патриарх не утвердит этого дикого решения, пишет отец диакон, то по канонам лишению сана подлежат сами судьи. Шестое. Судилище заняло 28 минут. Седьмое. Невозможно представить себе, что светский суд начинает свое заседание с формулировки. Слушается дело о расстреле подсудимого. Но тут было именно так. Еще не начав разбор и прения, епархиальный суд заседал, рассмотрев о извержении из сана. Дальше отец диакон продолжает. Никаких симпатий к Головинскому пастырству я не испытываю. Но настолько не в попад подобрать канонические основания для лишения его сана, значит просто сделать ему рекламу. И там же в конце по скриптумам следующее написано. Практики отца Владимира не вчера появились. И молитва по соглашению, и духовное лечение, и прочее. И при митрополите Анастасии, и при новом епископе это все прекрасно уживалось церковным преданием. По главной и основной причине. Дело доходное. Это вот такими словами написал отец диакон. Хотелось бы дать маленькую каноническую справку, как раз то, о чем говорил отец Андрей. В уставе Русской Православной Церкви, раздел 5, глава 5. Порядок церковного судопроизводства в епархиальных судах и общецерковном суде первой инстанции. Открываем статью 47, пункт 4. Там написано. Патриарх Московский и всея Руси утверждает наложенное епархиальным архиереем канонические прещения в виде пожизненного запрещения, священнослужения, извержения сана или отлучения от церкви. То есть, это решение принимает непосредственно патриарх Московский и всея Руси. И, собственно, вопрос. Получается, какая ситуация? Срок вашего запрета закончился. Как бы нового запрета на вас не наложили. Решения, принятые епархиальным судом и епископом, противоречат канонам церкви. То есть, они недействительны. И фактически получается, что на данный промежуток времени вы действующий, не под запретом, протеерей Вадимир Головин. А как лично вы трактуете всю эту ситуацию, отец Владимир? Ну, имитация суда действительно была, епархиального, 14 февраля. И формально, внешне, как бы суд. Ну, то, что там 28 минут, ну, мы знаем просто за кулису церковной жизни. Решение, вообще, и в нашей епархии, в частности, в общем-то, решение было уже принято до того. И я попросил тех, кого называются судьями, они попросил своей стороны, ну, в общем-то, я немножко виноват в 28 минутах. Я попросил, ну, чё ж, и всё решено, чё время-то вести уже. Делать, что приказано. Ну, вот, сделали. Так, а по существу, да, ну, в частности, должен сказать следующее, что когда данное решение было вынесено, и для меня только казалось, что очень странным суд пресс-фитеров извергнуть. Это не канонично, так не бывает. Я, правда, ничем не сказал. Только немножко сказал об орфографической ошибках, которые там были. Но мне было сказано так, что это допустимо. Ну, значит, допустимо у них. Вот. И сказали, говорю, мне сейчас к архиерею подойти, взять указ, что я теперь без сана. Был сказано, нет, надо подождать, когда придёт утверждение из синода. В данном случае так мне было сказано. Ну, от патриарха, от синода. Я говорю, значит, просто ждать? Просто ждать. Ну, вы можете, мне было сказано так, написать апелляцию, там, не согласен. Ну, я в церкви давно знаю, что уже решение-то вынесено. Какие апелляции? Чего уж людей дёргать лишний раз? Сказал, нет, я никуда писать не буду. Сделали, сделали. Хорошо. Ну, как сделали, так и сделали. Ну, только сказал я всё равно, нет, вы сейчас, как священник, под запретом, просто вам нужно ждать, утвердит, не утвердит высшая церковная станция. Называл был синод. Не знаю, почему не патриарх, но так было. Вот и всё. А приехав домой, узнал, что указ архиерея тоже очень своеобразный, что он поддерживает решение суда, значит, не лишает сана, а поддерживает решение суда. То есть, я воспринимаю себя, и из этих вот, как бы, документов видно, что, значит, приняли решение извержения сана, но нужно утверждение высшей церковной власти, патриарха, или, как сказано мне было, синода. А пока просто священник под запретом священнослужения. Я так себя воспринимаю. При этом, значит, что ещё очень интересно, как бы, в церковных СМИ, причём таких ведущих, серьёзных, и других, уж каких-то таких бульварных, распространилось вот это заявление. Лишён сана. Лишён сана. Ну, про бульварные, светские какие-то газетки, что ли, там как бы понятно, там люди не сведущие. Но серьёзно в церковных СМИ так написать, тут, тут, это как понять? То есть, у меня нет ответа на этот вопрос, что это значит? У меня два вопроса только. Первый. Или там некомпетентные люди, что очень, как бы, странно. Или компетентные, но желающие выдать желаемое за действительное. Или кем-то заставить, кто-то их заставил это сделать, опережая события. Расстрела-то нет. А написали, что всё расстреляли. Расстреляли. Ну, наверное, очень хотелось кому-то. Вы сейчас вот правильно сказали, во всех топовых СМИ, православных, громких, даже на главном богословско-сектовическом и форуме, и сайте тоже, буквально в одну секунду была растиражирована эта информация. Это всё. Спартерея, Владимир и Головина сняли сан. Нет больше такого священника в русско-православной церкви. И словами отца Диакона можно псевдосуд епархиальный, как бы, ну, простить, списать, там, его же словами просто обыкновенная недообразованность. Ну, наверное, не знать церковные уставы это нормально, можно простить. А вот всё-таки СМИ, вещающие не только по России, но и на каком-то международном уровне, у них главных редакторов нет. Эта информация вообще никак не проверяется. И даже уважаемый нами, и не раз сработавший с нами протеерей Георгий Максимов, он выпустил видео на 10 минут, и там он раз в 50 сказал, бывший протеерей Владимир Головин, лишение сана, это, ну, просто действительно такая международная миссионерская неграмотность, сознательная ложь. Просто у людей, которые интересуются, глубоко знают, знают уставы церковные, возникают вопросы и недоумения, а мы в каком состоянии дела тогда вообще находимся. И получается, что люди, которые призваны нести правду, свидетельствовать о Христе, какой-то просто дешёвый хайп, как сейчас принято говорить, на скандале, видимо призывы на молитву, призывы любить друг друга, как заповедовал Христос, они популярности не приносят. А вот нагреться на скандале, вот это да, это популярно, это раскрутится. Состояние дел, конечно, тревожит, ну вот мягко выражаясь, тревожит. А православные люди, верные чадо русской православной церкви, молящиеся, искренние, они недоумевают по целому ряду вопросов. Вот один из них, будет ли отец Владимир и дальше говорить с нами о Боге, спасении во Христе и жизни с Господом и церковью? Вот такой вопрос. Лишение священнослужения временное, то сейчас, или то, что называется в русской православной церкви извержение сана, подразумевает то, что человек, который исполнял священческие обязанности, теперь исполнить не может. То есть, вот, скажем, меня утвердит патриарх, сенот, ну, или пожизненный запрет, запрет для покаяния, или извержение сана. Хотя, сам вопрос извержения сана очень сложный. Не во всех православных церквях он одинаково понимается. Например, есть понимание, что вот крещеный человек крещеным остается, каким он где бы ни был. Вот человек ушел в секту какую-то, но крещеный, православный, возвращается в православную, и его не перекрещивают. Миропомазают. И не миропомазают. Да? Не миропомазают. Его только и с покаянием, и причастенем принимается, воссоединяет с церковью. А больше того, даже в обществах религиозных, христианских, ну, где сохранилось апостольское преемство, католики, миофизиты и прочее, вот, принимают из этих обществ, не перекрещивая, в сущем сане. Епископ, сущение, диаконам в сущем сане даже. То есть, тут вопрос такой открытый, и не во всех православных церквах воспринимается, как можно лишить сана. Во многих воспринимается, как это невозможно. То есть, возможно, что запрет пожизненный на священнослужение. Поэтому тут вопрос тоже, значит, такой непростой, богословский, но тем не менее. Вот. И что это? Нельзя совершать священнослужение. Вот. Ну, я уже вот с первого сентября, значит, не совершаю литургии, таинств церковных, треп церковных, ну, это. Но говорить о Боге, это не может никто запретить. Ну, просто нет таких каннов, запрещающих кому-нибудь. Не было бы там мирянина, например, говорить о Боге, о спасении, о любви Божьей, о западе Божьей. Так, звать молиться, ну, нет такого запрета, не существует. И тем более не существует запрет говорить это в интернете или вне интернета. Поэтому что, вот уже пять месяцев, я не говорю проповеди, с церковного, амвона, в священческом облачении, естественно. А вот в беседах с людьми, я живой человек, я иду в магазин, а люди меня уже знают местные столько лет только в одном, в моем выражении, что я с именем Божьим всегда на устах. Спрашивают, говорят, что-то, лично просто спрашивают. Там, батюшка, у нас такая-то проблемка, вот как бы лучше по-божьему-то сделать-то вот? Ну, так вот. Малышочек у нас болеет, что-то маленький, некрещенный, а крестный говорит, летом приедет, а мы переживаем. Лучше как поступить? Да крестите, не тяните. Да, ну, так и сделаем, например. Ну, люди спрашивают. Так и здесь. А тем более у нас вот есть вот у вас прямые эфиры. Пока приглашайте. Дай Бог им, если будете, приходите. Будем общаться к праздникам. Некое видео в Духу на маяке снимают, поздравить с праздником, братья и сестер наших в христе. Есть передача, чуть интересная, мне кажется, разговор на заданную тему. Может что-то еще, может такое быть. Просто беседовать, просто общаться. И приезжают еще люди. Ну, вот, например, так вот было. Мы хотим приехать. Вы паломниками? Так вот, не знаю, как сейчас можно ли? Мы хотим с батюшкой поговорить. Он может с нами поговорить? Хоть у дома своего. Хоть в доме. Ну, что уж так, уж на улице, что ли. Хорошо, поговорим. Вот сегодня были люди. Вчера были. Ну, говорили. Общались. Ну, у людей какие вопросы эти? Богословского, вот, мало чего такого глубокого. У людей вот такая-то, такая-то болячка. Ну, вот. Как с помощью Божьей из этой проблемы-то выйти? Правильно или неправильно по Божьему так-так поступить? Вот у нас проблема – это вот кто виноват? А мы всем говорим одно. Мы проблемы себя сами создаём. Грехи совершай, заповеди Божьи нарушай. Давайте по заповеду Божьему жить. Давайте Евангелие читать. Лучше толковать святых отцов. Давайте к таинствам церковного прибегать. В церкви сколько возможностей у каждого есть. И причаститься. Болей, забораться, пожалуйста. Семейная жизнь. Вот у нас как-то непонятно всё идёт. А вы венчаны – нет. Ну, так давай сначала повенчаемся уж, а потом дальше двинемся. Вот. Сколько лет позже всё не венчаны. А как повенчаться? Ну, очень просто. Сколько церквей. Любой храм. Где вот живёте там у ваш родной? К тебе нравится быть-то? Может, у вас, конечно, связано как-то воспоминания. Детей где крестили? В ближайшем храме? Ну, там и повенчайтесь с Богом. То есть, ну, общение. Приезжают. То есть, вот через интернет. Живые приезжают. Общаемся. Ну, так и будем общаться, надеюсь. Если будут желающие. А не будет, значит, не будем. Слава Богу. Благодарю, Матислав Владимирович. Один из самых главных и самых распространённых вопросов. Не прекратилась ли молитва по соглашению? Будут ли поминаться имена? И можно ли вообще теперь молиться? Помню как-то по времени. Много больше года, что ли, мне показали видеосюжет, в котором священник, я помню имя, отец Павел Островский, на эту тему как-то негативно говорил. Но при всём том, сказал, что было общение, например, с отцом Адрианом Кречетовым. Мы знаем, это в Москве известнейший духовник, уже в возрасте, батюшка, и очень духовного устроения. Очень глубокие вещи, говорит. Это действительно паста из большой буквы. Мы знаем. И вот он сказал, как на этот вопрос отец Адриан ему ответил, говорит, а это уже, говорит, не остановить. Молит по соглашению, уже не остановить. Я думаю, этот вот истинный пастырь, духовный человек, сказал глубокую правду. Не остановить? А как остановить это? Сотни тысяч людей молятся. И сейчас, знаю, очень многие молятся. Поэтому, вот я молюсь дома, например. Я знаю, и Дмитрий тоже молится. Молюсь. И масса других. Поэтому это невозможно остановить. Потом люди что делают? Молятся православно-акапистами. История которых состоит чуть ли не в VI век. Древнейший образ церковной молитвы. Мы это по соглашению, основании Евангелия. Люди-то же грамотные, сейчас уже читают же. Поэтому люди молятся, да. А что касательно Волгарии, ну да, в Свято-Авраминской церкви, по прямому указанию архиерея, чтецов разогнали, псалтырь закрыли, молитва, оказывается, прекратилась. Кстати, впервые за многие годы. Впервые за многие годы. Это глава администрации нашего района. Он прекрасный человек, но он по национальности татарин, по религиозным взглядам своим считает себя мусульманином. Он увидел меня, так случилось. И говорит, зашел в церковь, что-то у вас как там, как в могиле. Что, как-то плохо стало. Я не пойму, что. Ну, я уж не так это уж, ну, как сказать, лишний раз говорить не стал. Молитва прекратилась. А ведь круглосуточно много лет было. Даже церковь этому человеку, ну, не православную, и то напомнила могилу. Ну, ну, это же видно, чувствуется. Вот. Хотя, вот, и... Но это было предсказуемо, видно было. И мы имена взяли в скит под болгар. Вот, воскресенский скит. И там они поминаются. И там же совершается в часовне круглосуточно молитвное чтение Псалтыри. И все четыре раза в сутки Акашты, которые совершаются теперь там, в частности. И таким образом, мол, и имена поминаются. О людях молитва идёт. И есть центр молитвы. Ну, и люди по всему миру молятся. Да я не знаю, как это можно прекратить, не прекращая ему. Да и вообще, молиться православному человеку прекратить, это как, наверное, ну, неестественно. Вот остановить молитву. Я молился, всё. Тут только добавить. Кто не желает, или теперь не желает, ну, так, не вольник, не богомольник. Вот. А кто пожелает, кто им, как запретят-то? А как это сделать? Вопрос также возникает, как теперь благословляться на молитву. А вообще, вот термин такой, благословение, он очень интересный, и каждый его очень по-интересному понимает. И тут самый главный вопрос. А кто вообще благословляет? Это что? Это как? Для меня тоже здесь есть вопрос. Тоже есть вопрос. Мне очень понравилось, единожды приехал к нам тогда ещё наш архиерей, это митрополит Анастасий Казанский. И один батюшка подошёл и так об этом вот. Ну, Владык, благословить, нас одно доброе дело сделать. Он не стоит сказать, что? Владык говорит. Так, отойди от меня. Не скушай. Добрые дела. Да, Христос, Евангелие нас благословил делать. Какие ещё переблагословения? Ты что, меня выше Христа ставишь, что ли? Иди и делай только так, чтобы не труби пред собою. Ну, так вот, для меня показалось очень сильным это. Писание сказано. Непрестанно молитесь. Дух Святой, чрезапостоли, непрестанно молитесь. А я иду и говорю кому-нибудь, а мне благословите Дух Святого слушать? Или не слушать? Я не знаю, как это понимать. Поэтому молитва – это то, что нам дано Господом изначально. В молитве непрестанно пребывают ангелы, святые церкви торжествующие, святые угодники Божии, непрестанно молитвы о нас пребывают. Кто высоко духовно стремится свою жизнь строить, стремятся, в первую очередь, в молитве быть. Не знаю, мне кажется, молиться – это обязанность. Даже это не какое-то желание, а обязанность каждого из нас. Естественно, для человеческого естества. Вот такая маленькая фтология. Да, если кто молится с кем-то, помоги Бог, кто-то один молится. Какой-то своей нужды или без нужды. Просто утром, вечером. Ну, это как-то спасительно. В Псалтире вот написано, кто может молиться в Псалтире? Всякий, благочестивый, миллионин, христианин вообще. Ну, таким образом. Один из вопросов – а как вам теперь обращаться? Ну, вот, батюшка, протеерей, отец. Как теперь праздник? Ну, во-первых, мы сказали, что Сантащи не снят в любом случае, или языком других, просто сказать, под запрет, даже пожизненный пока не утверждено. Это что будет, не знаю. Пока-то в Сане, в любом случае, как ко всем священникам. Хотя здесь очень интересный момент, вот какой есть. Интересный факт. Например, из прошлого скажу. Такой есть угодник Божий, действительно великий. Он и так и именуется в Святцах. Великий. Святитель Афанасий Великий. Кто знает церковную историю, тот знает. Он много сделал для того, чтобы на Первом и Втором Северских соборах восторожствовала православная правда. И ушла в никуда, она ушла в никуда, ересь арианства. Но ему пришлось за это много потерпеть. Это тоже факт. И в гонениях было, и так далее. И что? Вот из его же тебе известно. У него был духовник. У него был духовник. И имя духовника очень интересное. Мать Синклетикия. Действительно интересно. Она священник или архиерей? Нет, она мать. Она мать. Вот очень интересно. Значит, можно называть того человека, который ты переживаешь себе как духовника, совет, который для тебя имеет значение, матерью и родительским именем? Потому что мать или отец было бы не так важно. Второе. Например, мы все знаем имена таких великих действительно духовников. Антоний Великий. Слово Великий, если я говорю. Макарий Великий. А не все знают, что они священниками-то не были, кстати. Они священниками не были. И сами их, кстати, тоже не лишали. И никакого из трехступенчатого иерархического степени они не были ни диаконом, ни священником, ни епископом. Ни тот, ни другой, как многие другие, кстати. А мы их обращаемся как к отцам. И молимся преподобнее отче Макарии Антонии, называемых. Вот интересный духовник в наше время, который родительским именем именовали. И сейчас мы обращаемся к этому духовнику словами «Святая, праведная, матье Матрона». Моли Бога о нас. Мать. Матрона Московская. А мать от никого никогда не родила вообще. Она не была замужем, не была детей. И духовником в плане священников не была. А к ней обращались советами архиереи, священники, монахи и мирские. И по сей день, мы знаем, очередь не уменьшается к ней. Если на ночь закрывать покровские монастырии в Москве, не закрывали бы, думали, там ночью очередь была бы. Ну вот, именем родительского имена, мать. Матерь именем. А совсем последнее, это по русской поговорке. У моей бабушки была поговорка. Называй хоть горшком. Так в печку не поставь. А я хочу сказать, немножко изменить. Да как кому нравится, так пусть назовут. Хоть горшком, пусть в печку снут. Один молодой человек ко мне обращался так. Слушай-ка, дед. Но он вот это как, он как священник ко мне. Слушай-ка, дед. Ему кто сказал, так не говорят, какой он тебе дед. Он говорит, я с любовью. Ну вы же дед. Ну я же дед. Ну я дед. И я говорю, да что вы мучаете? Потому что как говорит, так и говорит. Поэтому по церковной традиции сан не снят. А кто переживает, поэтому можно отцом называть. А кто-то зовет горшком, значит так. А кто-то торопится. Не хочет называть отцом. Предваряй суд патриарха. Уж сам суд вынес. Ну значит вынес. Чего уж ладно. Если он уже патриарх, чего ж теперь? Пусть. Кто-то должен быть, наверное, больше патриарха быть тоже у нас. Вот. А кто-то относится как к духовнику. Отцом назовет. Говорят, ну вот так может быть. Или кто-то дедом. Тоже нормально. Ну хоть не дедом, по-другому. Есть хорошие еще названия. Эй. 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 У нас здесь на Среднем Поволжье. Среди тюрк это распространено. Эй. Ну хорошо. У нас так обращаются к Богу. Эй. Хадай ярлыка. Если по-татарски сказать. Эй. Турас ярлах. И Чувашин тоже. Эй. Богу эй. К человеку тоже можно. Поэтому всяко хорошо. Благодарим, отец Владимир. 31 августа в своем видеообращении вы говорили, что вас дорежут. Ну, образно выражается. Умеется ввиду, что снимут сам. И вот был 14-го числа вот этот суд на 28 минут. И внимательные люди обратили внимание, что это был четверг. Это тот день, когда очень и очень многие соборно молились Акафистом Николаеву Годнику. И если в этом какая-то связь, вот может вы как-то прокомментируете, что вот именно в этот день произошло вот такое. Ну, у меня там накануне что-то кто-то через кого-то перезванивали, спрашивали, как особо молиться. Мое мнение, если я сказал, лучше кратенько, чтобы себя не утомить. Отче наш, да будет воля твоя. Аминь. А чего еще надо-то? Вот. А то, что вот уже помянуто было, то, что вон когда, 31 августа, было сказано, дорежут. И Николаев Годнику молились. И он день своего четверка подтвердил. Дорезали. Дорезали. Ну, так дорезают, как минимум. Ну, так подтверждает слово свое. И, в данном случае, мое слово укрепил таким образом. Потом еще какой момент. Вот видите, получается, как Манечка, это некрасиво получилось, да? И получается, ну, вот видите опять, вернусь, не чтобы осудить, но как факт. Мне зачитывать то, что называют приговором, так называемый судит наш Чистополь. А я опять повторяюсь, простите, не сукор, просто говорю. Говорю, тут ошибки, говорю, в тексте. Говорю, да пойдет. Пойдет. А теперь, вон, видите, и отец Андрей Кураев, и теперь на всю вселенную Чистопольской епархии. Он, кстати, один из многих просто. Мы зачитали его как одного из первых. Там огромное количество вот именно указывающих на какую-то дикость и бредовость этого решения. Ну, в любом случае, наверное, не без молитвов, кстати, Николая. Вот, ну, ошибки-то можно было бы исправить. Тут же орфографии, ну, чего уж там. Да. Или, например, другое. Вот то, что вот грамотные люди, как мы сказали, наши центральные церковные СМИ распространяли вот эту нелепицу. Ну, что с ними? А может, за мольт Николай Годник мозги попутались? А я думаю, когда святитель Николая просит, он скорый помощник, изрядный чудотворец, вступается. Вот и умных мозги что-то затуманились. И одни орфографические ошибки, другие канонические ошибки. Что это было? Что это было? А для меня односложно. Христоф Угодник ответил, действовал. Ну, так понимаю. Может, он в другом поймет. Может, меня научит другому пониманию. Заранее благодарю. И, наверное, вот из общих последних еще один вопрос от нашего уже упомянутого. И мы верим, что постоянного зрителя, протеерея Георгия Максимова этот вопрос я попрошу вывести на экран. Сейчас и он, и примкнувшим к нему его сын стали просто мирянами. Но они все еще в русской православной церкви. И следующий вопрос. Надолго ли? Примут ли они вот это решение церковного суда? И сейчас перед ним такой выбор, что либо признать решение церковного суда, признать, что ты больше не священник, ты теперь мирянин, либо же продолжать выдавать себя за священника и в таком случае встать на путь раскола. Потому что в русской православной церкви такого священника больше нет. Проявит ли бывший протеерей Владимир сейчас такое смирение признать себя мирянином? Честно говоря, весьма сомневаюсь. Что будет дальше? Я буду очень приятно удивлен, если бывший протеерей Владимир наконец все-таки придет в себя, принесет покаяние, смирится с решением церковного суда и продолжит свою жизнь уже как мирянин в русской православной церкви, находящейся в послушании к ее сущенначалию. Ну, а если он учинит все-таки раскол, то тогда как раз и станет видно, кому он приводил людей и куда он приводил всех тех людей, на которых все время ссылаются его защитники. Итак, отец Владимир, в какой раскол и когда вы собираетесь идти и какие у вас вообще планы? Ну, вот в речи отца, уважаемого отца Георгия, часто есть такая фраза, например, как здесь, что вот я его, оказывается, должен приятно удивить, да, у него еще такая есть оборот речи, например, он говорит так, что вот мне некогда очень, на меня многие просили, и я вынужден, вот некогда все в больших трудах пребывает, помоги ему Господи, на Филиппинах мается страдалец, ну, помоги ему Господи, конечно, в добрых делах, но находит время. Кстати, не только мне грешным уделяет, вот недавно отца Андрея Ткачева, он тоже, это, ну, тоже прославил, вот, так получается, и все находится время для вот каких-то таких суды износить разным людям. Ну, что, ну, я прямо скажу, что-то у меня, как бы, нет желания, неприятно, не неприятно удивлять отца Георгия, как бы некогда, как бы некогда. А что будет, он говорит и пророчествует. А зачем пророчествует-то? Задним умом все умные. Пять месяцев прошло в запрете, что-то я не помню, чтобы я бы нарушил запреты. С чего бы вдруг сейчас-то удариться об угол и головушкой заболеть, и что-то творить не нужно. А какой смысл, какая цель? Раз. Потом, ну, я уже говорил, я четыре года просился на покой, за штат, на пенсию. Я вот уже сейчас девять лет на инвалидности. Из них четыре года бессрочно. Я просился сам. Ну, не отпускали. Сейчас пинком вышибают. Так или иначе. А результат всё тот же. На пенсию, на покой. Ну, так я желал этого четыре года. И устно и письменно обращался к своему начальству. Вот. А это одно. И относительно раскола конкретно. Так вот, 31 августа в заявлении, в этом обращении, я же и сказал уже, на это ответил. Кратким словом. Не дождётесь. Как бы кому не хотелось, скорее бы лишили саны меня. Но пока ещё не лишили. Как бы кому бы не хотелось, скорее, чтобы я ушёл в раскол. Но я родился в православии. Мои деды и прадеды были православными. Я крещён в православной церкви. Меня венчали с супругой в православном храме. Меня рукополагали православные епископы. У меня дети крещённые, венчаны в православных храм. С чего вдруг мне в раскол уходить? Ради какой нужды-то? Приятно удивить отца Георгия? Или неприятно удивить? Да нет уж, пускай удивляется по другим причинам. Нет. Хорошие или плохие, мы остаёмся с нашей матерью-церковью. Всегда. Я не буду суда износить расколом, отделением, другим религиозным обществом. Я только скажу одно. В православии вообще, в русском православной церкви в частности, это дорога Царствия Божия. Так кто же добровольно с дороги от Царствия Божия сойдёт? Не собираюсь. А кто ждёт? Повторюсь. Ну что же, миленький? Не дождётесь. Благодарим вас, отец Владимир, за разъяснение, как мы уже сказали, для наших братьев и сестёр, которые нас смотрят, чтобы из первых уст была прямая информация, чтобы не было кривотолков, каких-то додумок. И я думаю, что сейчас, с Божьей помощью, мы перейдём к вопросам вашим в прямом эфире. И первый вопрос от мастер Хорда. А разве благодать Божию люди могут отнять, прописав указ бумажки? Вот такой вопрос. Ну вот, я уже этот вопрос коснулся и сказал, что вот, например, в греческих церквах, православных иметь в виду, естественно, мы только о православии говорим, ну, нет такого, чтобы священника или епископа, диакона лишили сана. Есть понятие пожизненный запрет священнослужения. Поэтому, исходить из этого, то да, никакая бумажка Дух Святого вытравить не может. Вот. Это так. Но запрет священнослужения может быть как временный, так и пожизненный. Вот это такая традиция церковная есть. Это церковными каннами на Вселенских соборах прописано. Такое есть. Но только, скажем, ещё другой момент. Бывают неправедные суды. И в церкви тоже. Ну, и в миру, и в церкви бывает. Вспомним имя, которое, знаете, святитель Иоанн Златоуст. Его ведь и в запрет поставили. И погнали в ссылку. И он умер, будучи под запретом. А ныне он кто? Мы знаем. Про славные в лики святых иконы пишем. А он под запретом. Умер. Поэтому в данном случае по отношению к нему дух святого ни бумажки, ни решения судов, кабы церковных, не сняли благодать с него. Мы обращаемся не просто к нему, как к Иоанну, а как к святителю. Конечно. Епископу. И на иконах его изображают в облачениях. В облачениях. А он под запретом померт. Поэтому тут это очень важная вещь. Поэтому я думаю, что тут в этих словах есть правда. Но только правда какого порядка, говорю? Что есть Божий суд, есть человеческий и внутри церкви. Но в данном случае, если говорить не вообще, а про меня, все-таки опять вернусь. Ну вот справедлив, не справедлив, по-божему, не по-божему, но пять месяцев назад запрессующие служение я не собираюсь нарушать. А зачем? Грешник по делам своим получил. Ну, а потом еще я скажу правду. Еще опять о себе прошу прощения, что... Ну, ведь я-то вот знаю точно, что я недостойный священник. Мне для спасения, наверное, лучше быть вот неслужащим. Вот Сретене было праздник. 14 февраля, значит, решение вот этого как бы суда, а звергающего якобы из сана. А вот 15-го, Сретене, праздник. Ну, я пошел в храм Божий, православный храм, естественно. Стал в народе Божьем. И у меня получилось так как-то встать-то удобненько для меня. Ноги вместе, пятки вместе, носки в росте, руки по швам. Как хорошо. Чтобы не рассвечиться, закрыл глаза. Да как-то получилось, почти с закрытыми глазами все службы постоять. Выхожу из храма. Такая благодать-то на душе, тишина и мир. Как хорошо-то. А священникам служил. Так, сейчас переблочаемся, не забыть бы. Ой, надо имена помять, записчики подали, надо скакать. Ой, не тем тоном, не тем глазом запели, спутались на хору. Одна суета. Я не говорю, что она суета, это погибель. Для кого-то кто-то и в этом спасается. Я про себя говорю. Я отвлекался. И какой-то клубок суеты. А я встал, ручки сложил, как умненький. То по швам, то так. И молился. Вышел из храма на полной оси молитвы, миром отечественной душевной. Так день хорошо прошел, благодатно, так радостно. Я грешник отечественной души. И говорил, сейчас скажу, спасибо Господи и помилуй всех тех, кто породил о том, что мне на свете спокойно стоять можно было, а не в алтаре светиться. Ну, хорошо уже было. Ну, хорошо. Вот, выходит, с благодатью вышел. Ну, я так пережил это. Без бумажки, но с благодатью. Валерия Антонова спрашивает, в принципе, вы ответили на этот вопрос, но я бы хотел зачитать. Здравствуйте, отец Владимир. Не отменят ли практику соборной молитвы с болгаром? Переживаем. Пишет она. Слово отменят. Это о ком? Кто отменит? Кто-то. А, ну, кто-то, кто-то и много чего отменяет уже. Ну, для нас, наверное, значение имеет слово Господа, Евангелие. Господь-то вряд ли отменит уж. Он говорит, слово его неизменным бывает. А он сказал сам в Евангелии об этом. Потом, всё наше православное богослужение, всё, всё, это соборная молитв по соглашению. Только другая форма. Ну, вот, например, мы идём к скольки в церковь? Кто когда захочет? Нет. Если литургия 8 или 9, мы идём к конкретному часу. Конечно. А не когда вздумается? А уходим когда? Ну, когда закончится, а не когда? Вдруг стрельнёт в голову или в бочёк. Так ведь? Теперь, что во время литургии совершается? Само слово себя говорит. Литургия. Общее дело. Общее дело. Общее дело делаем. Вечернее. Почему так называется? Потому что вечером совершается. Вот и время сразу, само название даже. И опять собираемся вместе, молимся в храме. А если кто не храме традиций? Вот мы знаем, псалты читают. Да много разных традиций. Мы об этом говорили как-то, ни раз, ни два. Поэтому это многовековая церковная традиция. В Евангелии имеющие свои основания. Ну, как это можно запретить? Нет. Ну, кто-то, может, и хотел бы, чтобы в церкви нас поменьше молились. Поменьше жили по-божьему. Но мы знаем, кому это в радости ведь. Ну, чем будем радовать таких? Или такого не сидит ему там, глубоко-то. Он тут был омыт. Ну, что, пускай сидит там спокойно. А мы помолимся пока. Помолимся Господу в радости. Наталья Гарун. Здравствуйте. Очень большое смущение по поводу информации о снятии Сана с болгарских священников. Ну, мы сказали уже об этом. И вопрос, как реагировать на это и как молиться за них? Про слово священников сначала. Да, действительно, еще с моего сына старшего, отца Анастасия, тоже. Вот так, как бы сняли Сан и уже об этом поторопились сказать, опередив Патриарх и себя выше Патриарха поставив. Это тоже правда. Того вообще очень интересно. За что? За что? За то, что сказал, что у него нет возможности ехать служить тот приход, куда его хотели направить. Супруга не едет, дети не едут, он один. Там за 120 километров от дома, каждый день поездить 240, это же нереально. И он попросился в любой глухой приход, ну, на расстоянии поближе. В любую глухую деревню, но поближе? Ну, поближе просто, да. В любую. Вот он так сказал. Ну, ему сказали, что... Ну, вот теперь Сан и лишают тогда. Вот. Хотя его спросили, ты с отцом или с церковью? Очень такой интересный тоже вопрос. Мне кажется, он... Он ответил... А логичный в своем, да. Ну, он ответил так, как его и архиерея не раз спрашивал. Он все время говорит одно и то же. Говорит, я знаю, что отец с церковью, и меня учил быть с церковью всегда. Поэтому я с отцом, чтобы быть с церковью. Ну, вот так вот. Ему написали, поэтому там, в решении суда. Поэтому он идеологически... Вот. Поддерживает. Да. Поэтому лишать сана. У Владимира Ру такой хлесткий вопрос. Почему в подряснике? Там, в священниках. Имеется в виду здесь... Раз. Да. Первое. Второе. Подрясники носят не только священники, кстати. Есть кто знает, да? Вот. Декана, иподекана, помогающие. На сегодняшний день очень многие помогающие при храме тоже подрясник носят. Есть очень интересная традиция, и она оправдана, вековая. Когда в монастырь приходят, ещё монастыство не приняли, подрясник одевают. Это скуфью. Послушничество. Это они не священники, не монахи. Ну, они могут принять решение вернуться в мир. Да. Но сейчас, во время вспоминания, подрясник носят. Потому что подрясник может носить и мирянин. А это первое. И второе. Тут есть ещё одно очень важное личное момент, который я хочу всё-таки слух сказать. Мой духовник, он духовник и моего отца, и сына нашей семьи, на непокойной схиархии Мадрид, отец Николай. Он сам принял монашство, а потом, к сожалению, не без моего влияния, и великую схему даже, и он постриг монашному отца и маму. Он благословил посредством монашного отца, и мне говорил, чтобы я это всё-таки когда-то монашный принял. А у меня желание, я об этом не раз говорил, с юности. Поэтому, если утвердит патриарх, например, как это не назвали, пожизненные запреты или лишения сана, делал не название, в конец сути, наверное, для меня наступит время, я думаю, когда подумать ещё вот об этом, о благословении духовника, монашство-то принять. Годы идут, дети взрослые, уже сами себе браки, внуки подрастают. Подумайте о монашстве. Но вот для меня подрясник на сегодняшний день тогда будет, это некое период послушничества, подготовка к монашству. Может, поэтому, когда-то мы с вами вот сядем за этот столик или за какой-то другой, нам не будет не только подрясник, может быть, кресофор, монашеский, а может, и великая схима вся в крестах. Не буду сидеть в схиме. Ну, может, Господь к этому приведёт. Не священникам, просто монах, схимник ли. А надо позаботиться о чём-то такое. У нас пример такой в истории. Ни один, ни два. Вспомним хотя бы преподобную Сергееву родители. Детей вырастили, определили, и оба, по согласию, принимают монашиство. И по разным монастырям. А вот они-то, кстати, в одном монастыре были. Как это сейчас странно звучит, да? Он какой? Мужской ли был женский? Да, кстати. А тогда не было женских монастырей, кстати. Женщины принимали постриг и были под опекой или мужского монастыря, или архейского дома. И они были поэтому в одном монастыре. Ну, понятно, там мужские кели, там женские, старички уже. Но вот своё служение совершали. Поэтому, думаю, и жена-то отдохнёт от меня, Манинь, может быть. Так вот. Ну, хотел бы. Если Господу будет угодно. Как говорится в Библии, и Гава, и Ре, если Господь усмотрит, и, как говорит нас на Волге, а Лаберса, и если Всевышний велит, и если Бог будет угодно. Хотелось бы уйти из этого мира всё-таки уже вот так, покрывшись монашеской мантией. И для покаяния, и для того, чтобы подготовиться к вечности посерьёзнее. Но не всё же, что и те болтыхаться. Поэтому для меня подвязник в данном случае – это вот ещё некая подготовка вот и к иночку монашескому служению. Если Господу будет на то угодно. Помоги Господь, отец Владимир, благодарим за такой откровенный ответ. И от Ларисы Проскуры вопрос крупными буквами с множеством знаков вопроса. Как теперь подавать имена на молитву по соглашению? – Да как и подавали. Если она совершается теперь по всей земле, и, как мы говорим, с китопоминовений имён идёт, как подавали, вот там, вот я плохо понимаю, вот электронный этот вот через интернет как. – Там и короткий номер есть. – Короткий номер. – Вообще на сайте молитвопосоглашению.рф там есть и разделы, и всё, как можно сделать, всё указано. И на моём духовном маяке также мы, на самом деле, много раз отвечали на этот вопрос. Поэтому, дорогая сестра Лариса, вы очень легко сможете на него ответить, найти ответ на него на наших ресурсах. А вот, говорю, опять сегодня, вчера приезжали люди пообщаться, поговорить. Многие приехали и тоже оставили имена специально, что вот и для этого приехали, что вот молиться вместе, чтобы их поминали здесь на болгарской земле. Спасибо, Господи, приехали так вот. Как всегда, если говорить, вот сегодня, вчера опять, кто-то сам приехал. А кто-то был приехал, говорит, меня очень просили, узнав, что еду, вот, передать имена, вот на такой-то кастель, на такой-то. Вот такой момент. Меня лично просили. А человеке молились, тяжело болел, он умер. И хотят, чтобы вот на псалтере поминали тоже. Ну, записали имечко этого человека, конечно, обязательно. Дорогие братья и сёстры, мне коллеги мои передают, что вот на тему, которую мы подняли в самом начале, в общем-то, вопросов больше нет. Слава Богу, значит, я думаю, людям понятно, что-то прояснилось, хотя что-то мне подсказывает, что примерно, наверное, таких ответов люди и ожидали. Не думаю, что кто-то из знающих ситуаций на самом деле на полном серьёзе думал или даже предполагал, что, например, отец Владимир пойдёт в расколы и за собой ещё и людей поведёт. Мы знаем, что это, ну, это просто бредово звучит, вы уж простите, пожалуйста. И наши братья и сёстры присылают несколько отзывов. Татьяна Ушакова, родной наш батюшка, храни вас, батюшка, храни вас, Господь, вся моя большая семья пришла к Господу благодаря вам. Я отвечу, в унисон можно? Родная моя матушка. Матушка. Как рада, что вы теперь православная, с церковью, с Богом, с Христом. Так прям отрадно слышите. Наталья Семенина. И мы молимся Акафистами. И будем продолжать молиться. И мы будем. Спасибо вас, Господи. Сергей Жмуров. Молимся и даст Бог, будем молиться. Много восклицательных знаков. Дай Бог, чтобы не пристанно была молить на всей земле. Дай Бог Бог. Отец Владимир, благодарим вас, что подняли нас на молитву. Татьяна Скачкова. Отец Владимир, любим вас и благодарим за всё, что вы для нас делаете. Столько любви вокруг вас. Никто не верит в эту клевету. Как молились, так и будем молиться. Молитвы по соглашению. Москва. Помоги, Господи, на добром деле всем быть. Кристина Лукьянова. Вы научили нас любить и благодарить. Моя мама Евгения Конойко молится за вас. Мне 14 лет. Томск. Кристина, кстати, это тоже одна из наших постоянных юных зрительниц. Ирина Стаценко. Приморский край. Стараюсь молиться вместе с вами соборно. Горько то, что священники по отношению друг к другу так относятся. Очень трудно принять, что с вами так всё происходит. Спасибо, Господь. Укрепление, терпение. Вот можно маленькую вставочку. Вот про священников. Обо мне, всё обо мне. Давайте не только обо мне. Вот сейчас идёт такое явление, которое очень близко похоже на травлю. По отношению к священнику. Имя, которое, наверное, знают все уже. Отец Андрей Ткачёв. Да, тоже развернулась целью компании. Да, вот и тот же отец Георгий ему вменяет в вину что-то. И есть люди. Наверное, односложно. Хоть отец Андрей, хоть отец Владимир, хоть Дмитрий, отцы матери. Кто из нас совершенен? Грешники. Односложно. Можно в каждом найти греховное? Я думаю, без исключения в каждом. Един свят, един Господь. А про людей сказано. Всебосогрешиши. Всяк человек и ложь. Понятно. Но Господь нас чему учил? Вот чему нас учил? Как Он учил? Говорит, по плодам их узнаете их. Давайте вот вместе скажем, да? Отец Андрей Ткачёв. Сколько людей слушают и хотят слушать Его? Великое множество. Это не плод? Это плод. И сколько Он, в отличие от меня, грамотный, эрудированный, прекрасно владеет языком. Сколько людей Он к Христу направляет. Ася ошибся. Ася где-то что-то неправильно сделал. Мы сказали, мы люди все спотыкаемся. Лот четыре ноги-то спотыкаться. Но плод-то главный-то каков? Вот. Поэтому правильно сказано. И с опасствием, с священником. Ну уж не добивать же. Но не добивать того, кто столько много делает для церкви, для людей. Подсказать, помочь, помолиться за Него. Вот его отца Андрея обличили в хамстве. Я не говорю, так это или не так. Я только помню другое. Что был человек один. И случилось так, что он перепил. И пьяненько упал. Да голым. Ну, что было. Имя, если мне не изменяет память, кажется Ной. Мы слышали о том, что он. Слышали. А младший сын увидел и смеялся над ним. Имя его? Хам. Хам. А старши сыновья, Иофет, Исим, одежду взяли на плечи и спиной шли, чтобы не видеть награды отца. И покрыли его. И этот пример, послепотопного начала, на пример оставлен. Хам-то это не тот, кто о хамстве кричит. А тот, кто наготу чужую осмеял. А вот нам бы, священнослужителям, учиться, наготу взаимно прикрывать бы, а не наоборот. Поэтому, дай Бог, поменьше священников было бы с именем младшего сына Ноя. А побольше было, как старший, да средний. Поэтому, пользуясь возможностью, опять оговаривались. И отец Андрей Ткачёв, и другие, можно что-то сказать. Вот много слова говорит и через интернет отец Дмитрий Смирнов. Тоже кто-то критикует. Но слушать-то слушать и хотят. Вот Мирянин, Слово Божие говорит, и все радуемся. Осипов, Алексей Ильич, излушает. И его, по-моему, он говорил некоторые вещи, которые они все принимают. А главное-то, цельное-то взять. Что же больше-то? Конечно, благо. Поэтому вывод один. Сколько у нас в России таковых, которых хотят слышать люди? И я насчитываю пока только пять. Ну, кто-то, может, побольше. Но там уже и слушающих совсем мало. Настолько миллионов, так мало. Беречь бы их надо. Я бы, например, предложил многим, кто у нас молится, не судить, а поберечь. И также вот помолиться за отца Протерея Андрея и за отца Георгия Максимова, и за всех. Дай Господи всем спотыкающимся крепко стоять на ножках. Держимый Дух Святым. А нам не добивать, а поддержить. Помоги, Господи. Помоги, Господи. В конце нашего эфира, Отец Владимир, я хотел бы вас попросить, чтобы вы, лично вы, пожелали нашим братьям и сестрам и после событий, и вообще в целом. Конец должен соединиться с началом. И эпилог с прологом. В данном случае мы начали говорить не с очень весёлых фактов всяких судов и решений их. И поэтому сказали, что вот Санта не сняли, а уж и некоторые больно хотели бы уж и никак не терпится уж и распространить слух. И даже вот такой человек, который как священник, я, например, лично уважаю отец Георгия Максимова, реально уважаю. Ну, вроде в чём-то и грамотный тоже. Вот старается в чём-то. Помоги, мой Господи. Такое знание у него есть неплохие. И он как-то сказал какую-то невзрослую вещь относительно чего-то, и в частности, про раскол. Поэтому мне хотелось бы ко всем обратиться и сказать следующее. Мои золотые, для нас, паче всего хранимого по слову Писания, хранится сердце своё. А наше сердце принадлежит Господу и нашему Богу. И его месту присутствия на этой земле – церкви православной. Где его трон, и где мы сегодня, день воскресный, его переживали православные христиане. Поэтому кто бы, что бы ни сказал, или какие бы ни вложил клеветы, что из Болгара может прозвучать слово «призыв к расколу». Говорим, этого не было никогда, нет, и быть даже теоретически не может. Поэтому храним верность нашей церкви, храним верность Христу Спасителю, Его святым заповедям, спотыкаясь, но идём к Его Царствию. Да, несовершенные, но от Его народа, от Его наследия. И другими не были, и быть не будем, не можем быть. Вот этого хотелось всем пожелать. Спасибо Господи, Отец Владимир. Спасибо Вас, Христос, дорогие братья и сёстры. Благодарю Вас, что Вы сегодня были с нами. Мы с Вами, естественно, не прощаемся. С Божьей помощью мы будем выходить в прямой эфир, будем приглашать Отца Владимира. От себя пожелаем Вам от всего сердца любить Господа, жить истинной православной жизнью, в православной церкви. Спасибо Вас, Господь, братья и сёстры. Спасибо.